Здравствуйте! С вами снова журнал Go Bananas Magazine и я, Анна Гетьманец. И сегодня у меня в гостях Лариса Ринар, психолог, телеведущая, писательница, основатель Академии частной жизни. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте, Аня! Скажите, пожалуйста, у вас столько умений, столько знаний, сколько часов у вас в сутки? Ну, как у любой женщины, часов 24, но важно, если ты всё делаешь в удовольствии, в потоке, то тогда много что успеваешь. И я очень верю, что когда мы занимаемся любимым делом, то у нас всё получается достаточно легко. Конечно, я много убиваюсь своей работой, много делаю, что много работаю, но при этом это мне настолько всё в удовольствие, что действительно получается создавать какие-то невероятные вещи. Ну, например, если мы говорим, я говорю, боже, я статью целый час писала, это ужасно, три тысячи знаков, мне другие говорят, боже, ты знаешь, что иногда люди неделю три тысячи знаков пишут. И тогда понимаешь, что делать то, что ты на самом деле любишь, ты в короткое достаточно время успеваешь многое сделать, это очень ёмко. Поэтому, в общем, тут зависит от того, что мы, как энергию вкладываем, что мы получаем, какой результат. А смотрите, вот вы говорите в потоке энергию, да? То есть я знаю, что у вас есть с утра какая-то волшебная такая практика, да? Которая вас подпитывает на, скажем так, на целый день. Есть достаточно много разных психологических аспектов, которые мы можем использовать, и которые проверены уже веками, учёными. Это, естественно, медитация. Почему? Потому что учёные доказали, что медитация переводит наш мозг в альфа-ритм. Именно в этом расслабленном состоянии, в то же время, а не во сне, это как раз тот ритм, благодаря которому мы переходим вот в это такое состояние сознания, способствующее творчеству. И после медитации, как правило, мы с вами и можем создавать великие, гениальные произведения, потому что мозг, он более восприимчив к каким-то новым идеям, больше открыт именно подсознанию, правое полушарие начинает активно работать. Мы не скованы стереотипами, не скованы вот этим нашим повседневным напряжением, когда мы как люди, как Стивен Геллиген, один из таких очень интересных современных психологов, ученик Милтона Эриксона, он говорит, что обычный человек находится в реакции ориентировочной. То есть мы, ну как люди, да, всё время в ожидании какого-то нападения, и это нормально. И это бытовое состояние сознания. Но благодаря медитациям, благодаря там страницам утренним, благодаря каким-то энергетическим, опять же, практикам, да, телесно-ориентированным практикам, которые тоже уже многие психологи и физиологи говорят об их пользе, их влиянии на наше состояние, мы уходим в состояние спокойствия. И в этом состоянии спокойствия, когда мы не ждём нигде нападения, в силу эволюционной, опять же, памяти нашей, мы как раз и начинаем вот этот процесс созидания, процесс придумывания разных идей. И сейчас всё больше есть действительно подтверждение, что именно осознанно, переходя вот в это так называемое изменённое состояние сознания, мы начинаем открываться творческому потоку. Смотрите, а у вас есть Академия Частной Жизни, да? Насколько я понимаю, вы обучаете женщин, как стать счастливыми, как быть счастливыми. Что по-вашему в состоянии счастья, и вот как его можно обрести? Ну, конечно, с одной стороны, счастье для каждой – это нечто своё, с другой стороны, есть уже масса исследований по всему миру, что для каждого человека счастье. Как правило, для многих, когда мы спрашиваем, что тебя делает счастливым, люди говорят, ну, первое, конечно, это семейные отношения, любовь. Это естественно, да? И мужчине, и женщине важно быть в отношениях, важно чувствовать себя любимыми, важно быть в семье, да? Чтобы были дети, родители, любимый мужчина, у кого-то уже внуки. И это даёт нам такое ощущение стабильности, включённости, и передачи традиций, ценностей через поколения. А второе, о чём многие говорят, это здоровье. Здоровье наше и здоровье близких. И мы тоже есть программы, H-Free Life, которые помогают нам оставаться здоровыми и молодыми. Третье – это реализация. И особенно женщинам после 30-ти хочется найти свои таланты, своё истинное предназначение. И здесь, в рамках Академии, есть программы про развитие талантов, которые, с одной стороны, помогают подросткам найти свой талант, и в то же время их мамам тоже понимают, осознать, а они-то в чём, да, в чём их талант. Это тоже такой очень важный момент. И четвёртый аспект счастья – это наш достаток, связанный с деньгами. И чем более мы, опять же, когда мы занимаемся любимым делом, тогда деньги становятся таким неким наградой за то, что мы делаем. И, соответственно, те, кто занимается любимым делом, у них, как правило, открывается такой финансовый поток, и они чувствуют себя более независимыми, более защищёнными, более финансово стабильно успешными. А вот по поводу как раз финансов, в одном из своих интервью вы сказали, что мы живём в психологии бедности. Ну, да, это связано с многим... Я бы сказала, это так, что в связи с теми событиями, которые у нас были историческими, революциями, раскулачиваниями, войнами, у многих в памяти поколений есть запрет на богатство. Потому что в те времена быть богатым – это было опасно, это было связано с потерей жизни. И была некая коллективная идея, про которую мы говорили, что лучше быть бедным, но живым, чем быть богатым, но мёртвым. Вот оно откуда пошло. Да, и, к сожалению, эти установки во многих через поколение передавались. И сейчас такое время, когда мы меняем эти установки как раз на те, что быть богатым – это про возможности, этого хорошо, чтобы быть... Если ты занимаешься, опять же, творчеством, любимым делом, то это, естественно, быть богатым, и в этом много возможностей, ресурсов для созидания. То есть мы учим себя как бы внутри, да, не опасаться вот этого чувства, потому что в основном оно, получается, нам дает запрет. Как правило, да, как правило, такой запрет поколений у многих из нас и некая установка, что богатство связано с чем-то не совсем честным. И сейчас, слава Богу, в этой установке меняется, и сейчас есть понимание, что именно благодаря богатым людям, когда человек сам созидает, когда он сам зарабатывает деньги, он создает рабочие места для других, он направляет эти деньги на программы различные, поддержки культуры, поддержки каких-то социально интересных проектов. Он готов эти деньги вкладывать в развитие экономики. И тогда мы понимаем, что богатство – это то, что способствует процветанию всего общества. Конечно, если эти деньги остаются в стране, они увозятся. Тогда эти деньги начинают работать на созидание, на страну, на процветание каждого. Я так понимаю, чтобы обрести какое-то своё любимое дело, чтобы начать получать хороший финансовый такой приток, нужна энергия. Где её брать, если её нет у человека? Что делать? Ну, разбираться, что блокирует эту энергию, потому что каждый из нас рождается с огромным, колоссальным запасом энергии. Недаром, опять же, знаменитый наш учёный Лев Николаевич Гумилёв называл людей, у которых избыток энергии пассионарями. И что именно благодаря этим пассионариям происходят самые глобальные исторические преобразования. И мир развивается. Но иногда в силу каких-то событий, детских травм, жизненных ситуаций, эта энергия блокируется. У кого-то страхом, у кого-то обидами, у кого-то ещё какими-то переживаниями. И мы, получается, обладая огромным, колоссальным ресурсом, не используем этот потенциал на 100%. И здесь нужно действительно понимать, что есть те же самые психологи, телесно-ориентированные терапевты, арт-терапия, психология. И благодаря этим практикам, созданным миллионами, в течение действительно миллионных лет, человечество находило эти практики, и психологи их уже с научной точки зрения писали. И рассказали, почему это работает. И рассказывают, и делятся. И просто понимать, что психологи – это те люди, которые могут помочь открыть ресурс, который есть в каждом человеке. И просто убрав эти блоки, проработать. И кому-то достаточно, действительно, в рамках, например, у нас сейчас была программа «Соляр», 12-дневная, как раз она называла «Запланируй своё счастье» по 12 областям жизни. И в рамках этой программы у нас был элемент арт-терапии, когда все раскрашивали мандалы. И уже это давало колоссальный ресурс энергии. Поддержка других очень важна. Когда, так как мы люди, мы социальные создания, и нам важно общаться с людьми, общаться с друг другом, и это даёт нам, опять же, прилив энергии. Огромно, колоссально. Поэтому так популярны всё больше становятся клубы, сообщества, вот завтраки, которые в Академии каждую среду проходят, когда есть возможность о чём-то поговорить, о чём-то послушать, просто побыть вот в этом живом общении. И это уже даёт огромное вдохновение. Любые, опять же, тренинги. Это не только про знания, не только про информацию. Потому что, конечно, информацию можно прочитать сейчас и в интернете, и найти в книгах. А это вот про возможность побыть в этом коллективном поле энергии, о котором ещё писал Курт Леви. Что именно когда люди собираются вместе, они усиливают друг друга и заряжают друг друга. А если мы ещё что-то делаем, какие-то процессы, опять же, элементы арт-терапии, телесно-ориентированной практики, то тогда мы через действия меняем свою реальность. И это самое главное, что пока мы лежим и мечтаем, ничего не происходит. Но когда мы начинаем что-то делать для своей мечты, рисовать, клеить карту желаний, ходить на тренинги, то тогда вот эта энергия действия запускает процессы изменений. А у Вас есть замечательные выездные практики, тренинги? Да. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это действительно не такое волшебство, я бы сказала, метафорично, потому что мне очень нравится история про 7 источников вдохновения. Для того, чтобы мы были вдохновлёнными, наполненными, чтобы вот этот внутренний свет нас переполнял, нам необходимо 7 таких элементов. Это, как я уже говорила, общение, это новые знания, информация, это природа, это искусство, какие-то интересные культуры, предметы, истории, вовлечения, такие, да. Это мастер и, вспомню. Итак, общение, информация и знания, природа, мастер, культура. Наверное, что ещё нас вдохновляет, Аня? Что у Вас ещё вдохновляет? Любовь, да. Ну, является источником вдохновения. Ну, книги, можно сказать, они, да, про знания в любом случае. Ну, и каждый может что-то своё добавить, 7. И на тренинге у нас всё это в одном едином месте. У нас есть прекрасная природа, море, горы. Например, мы вручаем наши медальоны. Мы сейчас были на Кипре, и мы вручали медальоны в таком прекрасном и тайорическом амфитеатре Курионы. Это прекрасное место, где видно море, где это солнце, где древний, действительно, древний амфитеатр. И это было очень красиво. Это возможность общения, причём это общение с женщинами из многих стран. То есть на наши тренинги прилетают там... Вот сейчас у нас, по-моему, было 32 страны на тренинге. Это внушительное количество. Да, это русскоговорящие женщины, но это из Швейцарии, из Англии, из Китая, из Южной Африки. То есть люди, девушки приезжают со всего мира. Это возможность потом, круг женской силы, про возможность общаться и ездить во всему миру, зная, что у тебя есть те, кто тебя поддержит. 7 марта я проводила завтрак с нашими ученицами. И я всё время рассказываю историю про одной из наших учениц, которая проходила наши занятия, тренинги в Казани на завтраке. Она переехала в Ярославль. А Ярославль, ну, он немного такой город, не всех принимает. И вот она говорит, я приехала всё так, ещё осенью, темно, серо, одиноко. И тут я читаю, что есть завтраки в Ярославле. Я говорю, прихожу и сразу окунаюсь вот в этот круг женской силы, который меня поддерживает. И на завтраке в Москве она говорит, Ларис, это же вы про меня всё время рассказываете. Я переехала в Москву, через месяц выхожу замуж, и вот я снова с вами. Как здорово. И это вот про это, что ты действительно в любой точке планеты есть те, кто с тобой на одной волне. И про выездные тренинги – это, конечно, интенсивные процессы, погружение в эти знания, чувствование их каждой клеточкой своего тела. Это про поле мастера, так как я или наши преподаватели ведут мои выездные тренинги. Конечно, вот это ощущение энергии, которую мы передаём нашим ученицам, и благодаря этой энергии начинают запускаться все процессы трансформации. И это очень чувствуется, это видно, и про это все рассказывают, про наполненность. Ну и, конечно, когда мы ездим, как я уже сказала, в какие-то там или в Турции проводим выездные, или на Корфу, или в Вене, это всегда возможность соприкоснуться с культурой этой страны, погрузиться с какими-то древними храмами, или дворцами, или с храмом Афродиты на выездном тренинге девочки. То есть это всегда возможность именно войти вот в этой, да, соприкоснуться с культурой и наполниться, получить новое вдохновение. И поэтому на выездных тренингах, конечно, это вот всё вместе в одном пространстве, и, конечно, процессы, которые происходят, и те изменения, они колоссальные. И они, наверное, запускаются быстрее, да? Да, потому что когда мы сама что-то делаем, или что-то делаем в бытовом, когда какие-то процессы вдруг начинаются, и нам нужно побыть самой собой, как-то это ещё раз осмыслить. А ты прибегаешь домой, тут мужа надо приготовить, уделить время любимому мужчине, и ты от этих процессов немного отвлекаешься. Когда мы уезжаем на выездной тренинг, то, соответственно, мы, конечно, максимально освещаем время самой себе, и, естественно, все процессы происходят намного более интенсивнее и более результативнее. Ларис, ну вот мы говорим про энергию, про женскую энергию. Я так понимаю, что женская энергия, она может многое, да? Особенно мы хорошо влияем ей на мужчину. Женская энергия — это, по сути, творческая энергия Вселенной. И женщина, она по природе действительно про творчество, созидание, красоту, преобразование. И особенно сейчас, вот в эту эпоху послеиндустриальную, когда мир уходит от штампованных изделий в сторону уникальности, в сторону таланта, в сторону идеи реализации, женщины всё больше понимают свои возможности и то, как они могут себя проявить в этом мире. Не даром многие экономисты говорят про то, что именно женское лидерство, женское предпринимательство — это сейчас такой тренд во всём мире. И с точки зрения политики, экономики, конечно, отношения в семье. Но мы сейчас переходим, когда мы понимаем, что мы уже больше не занимаемся только своей семьёй. И это прекрасно, когда в семье всё гармонично. Но вот эту созидательную энергию мы направляем на тот мир, который вокруг нас. Опять же, инициируя какие-то красивые благотворительные проекты, инициируя что-то, там, собственный дизайн-студии, собственное производство. И это замечательно, потому что мне очень понравилось, я сейчас увлечена этой темой, Дарона Асимаглу, который — это один из таких экономистов, очень известных во всём мире, который получил медаль в области за вклад в экономику. И он работает профессором Мусачусетского технологического института МФТИАИ. И он говорит про то, что всё, что мы имеем в современном мире — технологический прогресс, продолжительность жизни, здоровье, красоту, более высокий уровень жизни, доступное для всех образование, достаточно мирные времена для мира, ну, опять же, да, в мире. Я не говорю про локальные конфликты. Это всё стало возможным благодаря тому, что сто лет назад женщины получили право голоса и стали заявлять о своих желаниях на уровне страны, экономики, не только на уровне отношений семьи. И благодаря этому поменялось всё. И когда мы начинаем что-то думать, насколько женщина действительно влияет на всё, что происходит в семье, в стране, в мире, понимаешь, насколько мы с вами обладаем возможностями колоссальными. И это действительно как на уровне отношений с мужчинами, когда мы вдохновляем своего мужчину, когда мы показываем какие-то грандиозные проекты, потому что мужчина, он больше реализатор. Да, то есть он, вот женщина там придумала идею, хочу такой дом. Мужчина такой, да, есть что создавать. Или женщина такая, хочу это. И мужчина дальше начинает это реализовывать. И да, конечно, есть мужчины, которые сами себе придумали идеи, но как правило, женщины, недаром же все говорят о том, что муза – это женщина. Именно она вдохновляет на какие-то свершения, открытия, колоссальные изменения. Всегда все мужчины говорят, что да, благодаря моей жене я достиг вот это, благодаря любимой женщине. Как опять же один из мужей нашей, этот учениц, у меня есть такая чудесная ученица, Полина. И Полина, когда мы с ней там встретились года три назад, она говорит, «Лариса, я выросла на ваших книгах». Говорю, «Полина, боже мой, сколько вам лет?» Полина говорит, «Ну, мне 21 год, но мама мне дала ваши книги почитать, когда мне было 16». И благодаря вашим книгам я уже осознанно строила отношения с мужчинами, осознанно там, да, шла по раскрытию женского своего потенциала, женской энергии. И на одном из завтраков с Академией Полина говорит, «Вы знаете, когда я выходила замуж, мой муж мне говорил, «Полин, я не понимаю, почему все мужчины пишут, что моя жена меня на это вдохновила, на то вдохновила?» Говорит, какой-то странный. После трех лет жизни с Полиной, теперь я тоже хочу посвятить тебе все на свете. И я это тоже вижу, как мужчины вокруг меня посвящают мне книги, песни, стихи. То есть мужчины включают вот это творческое, в них включается творческая энергия, когда они начинают создавать проекты благодаря тому, что рядом с ними женщина в этой женской энергии. И когда женщина вдохновляет мужчину именно на такое более глобальное созидание, не только на покупку очередной машины или там, да, постройку собственного дома, а когда она им говорит, «Давай построим музей, давай построим дом творчества для детей», когда она «Давай создадим школу», вдохновляет на такие более, ну, на проекты, которые затрагивают страну, затрагивают город. И чем больше таких женщин, тем больше красоты в каждом из городов российских. И меня очень вдохновляет вот эта тенденция, когда действительно мы, как женщины, делаем и вносим такой вклад в то, что вокруг нас, когда мир вокруг нас становится более прекрасным и более созидательным, и нашим детям есть что передать. И вот как раз, как правильно вдохновить мужчину, вы обучаете у себя в Академии? Да, мы в Академии есть программы, которые помогают прежде всего самой наполниться этим вдохновением, потому что, когда женщина счастлива, когда женщина сама в творчестве, то она вот этим своим присутствием уже вдохновляет окружающих на творчество, на преобразование, на созидание. И то, что мы говорим, когда женщина счастлива, то вокруг неё счастлив её муж, счастливы её дети. Мы приходим на работу вот в этом состоянии счастья, да, спокойствия, то и все вокруг тебя тоже вот в этом состоянии счастья и спокойствия, твои сотрудники, да, там, твои, там, коллеги, дети. И, а если мы несчастны, то дети начинают болеть. Это первый признак. Если мы несчастны, мы начинаем злиться и вымещать это на окружающих. И запускается волна негатива. И мы, как женщина, мы выбираем, мы запускаем волну любви, созидания, красоты или волну, там, деструктивной, злости, разрушения. Поэтому, на самом деле, я абсолютно уверена, что мы, как женщины, создаём тот мир, в котором мы живём. И всё, в общем, в наших женских руках. Всё зависит от нас. Всё от нас зависит от нас. Лариса, спасибо большое. Было безумно приятно с вами пообщаться. И, может быть, напоследок, какой-то самый важный совет, который вы можете дать? Ну, конечно, у нас, мы в Академии говорим, творить, любить и наслаждаться. И сколько бы я ни искала других слов, вот эти три слова, которые когда-то пришли ко мне, когда я писала свою книгу «Круг женской силы», они стали для меня таким девизом по жизни. И я понимаю, что для меня в этих трёх словах квинтэценция моей жизни про творчество, любовь и удовольствие от того, что ты создаёшь, от того, что с тобой происходит, и просто позволение себе наслаждаться жизнью. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Увидимся.